Дорогие друзья, коллеги, я очень рад был открыть нашу так иконечную церемонию, вручение премии за лучшее философическое сочинение третьими сезонами. В преддверии я хотел бы сказать несколько слов. Мы живем в такое замечательное время, в замечательной стране, где люди не очень готовы разделять чувство радости. Поэтому, когда случается что-то такое замечательное, всегда мы по скромности скрываем свои чувства и никак не можем поделиться с тем человеком, который собственно эту радость и создал свои чувства. Я поэтому благодарю всех, кто нашел время в этот замечательный солнечный день прийти к нам в Донбулу, с учетом того, что метро «Фузинская» закрыто, и не будет перебираться по московским переулкам, по коммуникам, но, с другой стороны, чувствуешь приобщенность к Москве. Вы знаете, что судьба и дорога, которые идут при Пятигорске, весьма непростая, по той простой причине, что изначально жюри и наблюдательные советы, и члены наблюдательных совета премии приняли решение о ее поисковом характере. С этой точки зрения мы ищем то, что мы заранее не определяем в качестве своей цели, несмотря на наличие положения от премии и более-менее очевидно заданных рамок. Мы также изначально, поскольку мы ищем ту самую мысль, те самые слова и повороты, мысли, которые могут перенестись из узкого круга людей, специалистов, интересующих в дискуссию общественную, то мы прежде всего обращаем внимание, насколько эти мысли, не то чтобы на «вы», но они откликаются на те переживания, на те размышления, которые есть у нас. Я могу сказать, что наш третий год, как, собственно говоря, и второй, они вполне оказались таким точным выбором, посредствием которого мы переживаем в течение всего года, и, может быть, даже более длительного периода времени, после того, как само решение и победитель премии найдено. Я очень рад, что в этом году наш победитель, наш лауреат, он вместе с нами, мы его увидим, сопереживаем и радуемся. Многие из вас знают Александра Фридоровича давно по книгам, многие из вас знают его лично. Это, конечно, большое счастье и удовольствие ощущать себя рядом с человеком, чей пульс мысли, живости и общественной, социальной, культурной честности сопровождает нашу жизнь и позволяет нам самим добираться мужества в те непростые моменты, когда нужно высказывать мысль не комплементарную, а собственную от себя и потом отставить право на ее существование. Также очень важно, что Александр Фридорович был проводником целого комплекса идей, связанных с, я бы сказал, политической философией. Да, немецкий, там шли, начало 90-х годов, была большая работа и, наверное, во всех более-менее приличных библиотеках эти работы присутствуют. А теперь у нас будет возможность появиться в этой библиотеке электронной или настоящей, у кого еще есть место для книг, для редких книг. Да, Александр Фридорович. Ну вот, а теперь я хочу все-таки для официального объявления передать слово Олегу Ильичу Ильичу. Как настоящий юридец, по-моему, возле он прочитает. Что мы даем знать? Олег Палитович уже сказал об особенности наше время – назвал поисковым. Чуть более жёсткой, застрённой, она не рейтинговая, она правильная. То есть мы действительно ищем, но не просто среди данного, а среди того, что очень недавно, в смысле, проявила себя завершённая, окончательная и общеизвестная форма. Это её особенность. Теперь процедура, решение о том, кому из пяти выпадет этот вопрос, она такая репульсивная. Каждый раз примерно это три-четыре обороты все проходят. И в итоге, после заражённых отчётов, получается выбор. И, честно говоря, всегда, даже для участников, уже на свою мотивацию предъявивших, всегда неожиданно. Ещё, так как для, к сожалению, ещё Ксения Глубовича подойдёт, я надеюсь, она как-то немножко вскипела, когда я предложил эту формулировку. И включил в «Кому» такие легарии, как «Звёдущие кафедры практической философии и руководитель центров и ментальной социологии». Её протест был понятен, причём здесь легарии, когда речь идёт об автореалиции, где бы Ксения обратила внимание на наличие здесь в этих двух очень важных для нас вещей, что это кафедра практической философии. Мы как раз вот, мысли и праздники, предметы вообще такого сугубого статиста, практикующие мысли, практикующие мысли, и мысли, и мысли, и так. И второе, человек центр фундаментальный, когда мы сейчас как с того, что ощущают, что происходит такой странный процесс, как возвращение фундаментализма в более широком смысле слова, не совозы, которые, когда это в начале 90-х, так сказать, называются разные, ну, ныне уже, так сказать, террористические способности объединения философии, а в таком позначальном смысле слова фундамента, как основного процесса, как то, на что, на опоры, на которые есть, определённый, определённый, трёхный чувств, если я на ногах, может делать, так сказать, следующие шаги. Ну, в общем-то, уважаемый Алексей, мы, милость, согласились, что да, с этой оговоркой, с этой оговоркой, может быть. Ну, по причинам, так сказать, моего разумения недоступным, пресс-релиз был опубликован заранее, но потом, казалось, что в этом есть какой-то резонт, но в этом положении есть такое, тем не менее, в другом смысле, с одной стороны, уже известно, а с другой, наверное, об этом объявить. Ну, значит, отношусь к этому акту, как к ритуалу. Ну, да, известно, но так и так известно. Ну, даже к ритуалу неизвестно. Нет, нет. Мы уже такие... Ну, церковские подписаны, что ли? Конечно же. Ну, воспринимать как ритуальный акт. Итак, значит, после обсуждения и согласования, приступивших по члену ЖАИ, вероятно, в третью сезонистого социолога, приводчих в заведующий кафедр практической философии по инфинцентру комбинентальной социологии и лучшей школы экономики, Александр Филипп, и его книги, социология, и социология, наблюдения в точки, опыта, и перспективы в точки, в текст, в текст и в текст и в митинге, с обеспечением, в текст, в��оживание, и соответственно присутствует изменение полной опыта, в текст, в веке, АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я прошу это иметь в виду, ударение будет всё время идти вниз, с суровым оттенком. Есть вещи, которые, с одной стороны, необходимо говорить, это предполагается самим ритуалом, с другой стороны, говорить, что да, легко и приятно. И я обязательно хочу это сказать, потому что из некоторых формальных вещей вырастает, мне кажется, кое-что более содержательное. И на это содержательное, я позволю себе вас немного ответить, держать ваше внимание, а не только изъявление благодарности. Вот благодарность, собственно, я хотел бы начать. Да, безусловно, я в высшей степени признателен жире, посидевшим мне эту премию. Я с большим интересом следил за всем прохождением всего этого дела. Когда я видел лонг-листы, и мне было очень приятно оказаться на лонг-листей, я думаю, сказать, что вот, конечно, там нельзя было оказаться помимо номинации, да, я номинатор своего январства очень благодарил, потому что, вот, если бы она этого не сделала, не написала бы эту массу тёплых слов, и не постаралась бы доказать, что я этого достоин, значит, войти в этот лист, то вообще бы, значит, и конкурс для меня не начался. Мои друзья очень хорошо знают, я это всем говорил, что вообще предел моих мечтаний это оказаться в шорт-листе. Я когда оказался там, я увидел этот список, я говорил, что я, в принципе, я уже счастлив, потому что для меня это наибольший подсчет, на который я искренне рассчитывал, не очень хотелось мне сказать, очень. Вот, и я всем рассказывал, как я счастлив. Вот, то, что стало известно, да, действительно, чуть раньше, ну, то, что тут реально так оформилось сегодня, это во многом для меня, значит, во многом для меня, просто неожиданно, да, во многом неожиданно, а в чём-то ожидаем, ничего неожиданно. Вот, я очень уважал и продолжаю уважать, кого-то знаю лично, кого-то только по трудам всех тех, кто входил в шорт-лист, и для меня огромное честь было находиться вместе с ними в этом списке. И то, что выбрали среди них мою книгу, конечно, для меня просто потрясение. Ну, вот, понятно, что, когда я говорю мою книгу, да, моя книга, моя книга, для того, чтобы это стало моей книгой, она должна была появиться, она в точном смысле слова, это не моя книга, да, я писал всё, что там написано, меня не отрекают, для того, чтобы она появилась, это сборник, сборник работ, для того, чтобы она появилась, должна была быть идея, должна была появиться идея самой книги, эта идея выношена Светланой Петровной Баньковской, вот она здесь, и она же написала предисловие к этой книге, значит, я свидетель того, сколько сил она ей стоила, ну, и могу сказать, что если кто-то не захочет читать всё, что там написано, он может ограничиться предисловием, будет ясно, в общем, ради чего эта книга создавалась. Она свела вместе все эти статьи, и, ну, какая-то идея, магистральная идея, быть может, начала становиться более ясной, именно по мере того, как они сводились вместе, всё-таки это работа за много лет. И, конечно, здесь очень трудно бывает отделить один род деятельности от другого, я называю Марину Пугачёву, которая тоже здесь с нами, вот, это редактор книги, дело не выглядело так, что просто взяли работы, которые были напечатаны, ну, хорошо, они уже напечатаны, значит, там можно использовать готовый отредактированный материал, посмотрел, на всякий случай насчёт блог каких-то, которые всегда бывают, и в печати, это всё было по-другому, потребовались чудовищные, на самом деле, экстраординарные усилия для того, чтобы это имело такой вид гладкого, как мне кажется, да, хорошо отработанного редакторского текста, и этот вклад не может мне оценить тот, кто, как я много лет занимался редактурой, всем остальным, кто, может быть, таким вещам немножко более далёк, я прошу поверить меня на слово. И, наконец, я сейчас его не вижу, может быть, он просто не успел мне на сегодня занятия, есть ещё коллега, из которого ничего не было, это коллега по оценке фундаментальной социологии Андрей Михайлович Корбутов, многие, может быть, знают здесь его просто как замечательного учёного, учёный с большим именем, с давно устоявшейся серьёзной репутацией, ну, вот, как у многих больших учёных, значит, бывают хобби, да, значит, одни там шлифуют лензы, другие переплётным делом занимаются, третьи ещё что-то, он делает верстки. Вёрстки этой книги сделаны, если бы она не была сделана, книга была бы, но она была бы некрасивой. А издателю книги в Петербурге, Санкт-Петербург, Владимир Владимирович Корбюшев, там много всего одного делали, тоже меня благодарны. Вот, посмотрите, сколько людей оказались к этому причастны, без них этого бы не было, я повторяю, да, это частично это ритуал. Это ритуал, нельзя этого не говорить, потому что другого случая не будет, и сам подходящий случай сказать, как я признаю. Есть другая сторона у этого всего, помимо ритуала. Эта сторона, может быть, покажется в моём изложении, во всяком случае, несколько искусственно оформленной, искусственно притянутой к общему разговору о том, сколько людей делало книгу, но это может случиться только потому, что времени мало, и я бы хотел сказать это как можно более точно. Это вопрос, вообще говоря, о роли автора. Что значит автор? Да, вот такой автор. Что значит, что в данном случае, что значит автор? Автор – это тот, кто что-то придумал. Здесь очень много статей исторического плана, да, статьи о Боксе, это статьи о Карле Шметте, это статьи, в которых материал теории социологии излагается на, как сказать, на цитатах, да, на больших высказываниях классиков социологии. И это же всё не просто так, да, я бы сказал по-другому, мог ли я сказать это иначе? Или мог ли я вообще это не сказать? Или могло ли случиться так, что какая-то статья не была написана? Я мысленно стал, когда я думал о том, что мне придётся сказать, я мысленно стал проворачивать для себя историю отдельных статей, и вдруг я сообразил, что, конечно, каждый из них выглядит каким-то странным образом. А, Вина, я вас уже поблагодарил, но это ещё раз сделаю, потому что, да, два раза ничего не было, да. Вот, понимаете, какое дело? Я несколько раз, при тем, кто прийти сюда, перечитывал, перечитывал «Смасовское извещание», Пятигорска, которое многие из вас хорошо знают, оно нацеливает на обязательность невозможного, я так сказал, да, на то, чтобы, вообще говоря, поменьше думать о себе, как единственном актёре, который своим гением, так сказать, прорвал паутину повседневности и создал нечто. И посмотреть на себя, я не смогу доценировать так же, или как он, хотя цитату у меня с собой в кармане, не хочу отвлекать вас на цитирование, как всегда не очень хорошо звучит, но понимать, что ты, так сказать, чужой своей мысли о самом себе, вот это первое, что сказано на его замечание. Это довольно сложная формула, но как ни странно, несмотря на то, что он настаивает мне невозможность, мне кажется, я это понимаю, по крайней мере, частично я понимаю, и, по крайней мере, частично мне это не кажется невозможным. Мне кажется, что как будто какая-то невидимая рука откладывала мне книги, которые я должен был прочитать в определённое время, подводила меня к людям, с которыми я должен был повстречаться в определённое время. Возможно даже, да, какие-то мысли появлялись совершенно не случайно. Они появлялись, потому что передо мной лежала эта книга. Эта книга лежала передо мной, потому что я куда-то пошёл, но я пошёл, потому что меня повели, я не сам это придумал. Так создались обстоятельства, так сложилась ситуация. И всякий раз, всякий раз, когда я думаю, как это могло получиться, как это могло получиться, может быть, здесь была какая-то случайность. Я вдруг вижу рядом с одной статьей другую статью. И в этой статье речь, казалось бы, идёт о чём-то совершенно другом. И вдруг я выхожу на идеи родственной предыдущей статьи. Потом ещё, ещё и ещё. И вот так складывается, несмотря на то, что это разные статьи, с разными главными героями, с разными цитатами. посвящённые разным темам. Так складывается нечто вроде пазла. Пазл не в том смысле, что я разгадал какую-то загадку. А пазл в том смысле, что есть некая картина, от которой мне удалось, или при помощи меня удалось, я сейчас скажу, как я думаю, кому это удалось, найти, по крайней мере, часть связанных между собой элементов композиции. И вот уже мы понимаем, что если на ней изображена лиса, у неё на месте носа не может находиться хвост. Даже если ты пока этого носа не нашёл, но надо его искать. Здесь, я точно знаю, здесь должен быть нос. А хвост, это там. Если он там уже есть, очень хорошо, значит, ты искал не зря. Если что-то ты нашёл, что в эту картину никак не ложится, ему лучше не находиться здесь вообще. Ты нашёл что-то другое, ведь может, есть другая картина. Что это такое? Если говорить об этом без всяких заумностей, без мистики, но всё-таки оставаясь внутри того круга идей и с теми авторами, которым я посвятил основную часть своей научной жизни. Есть такая формула. Эта формула Ганса Фраера, статья о нём здесь нет в этой книге, она оказалась лишней, но она оказала на меня большое влияние, как и весь комплекс идей Фраера оказал огромное влияние на тех социологов, которыми я впоследствии занимался. Это вообще говоря, отдельные страшно занимательные истории, когда ты начинаешь заниматься одним автором. Нет, слушайте, я не могу. Я должен вам хотя бы часть этой истории рассказать. Это невозможно бросить. Вот так просто сказать, ну вы знаете, там очень интересно, но я вам не скажу, потому что времени мало. А тогда зачем мы здесь? Ну, ведь это не может. Пусть я ошибаюсь. Но ведь это вот такая сторона, да? Вы прочитали, как мне, вот Олеговский. А мы прочитали, мы решили. Олеговский говорит, нас заинтересовало. Окей, да? Заметьте, это не я это сказал, это вы сказали, что вас это заинтересовало. Раз это вас заинтересовало до такой степени, может, раз это заинтересует, по крайней мере, еще хотя бы на один-два шага дальше. Значит, я не могу начинать с момента рождения. Начну хотя бы с того, что когда я понял, что меня учат черти чему в моем университете, меня учат совершенно идиотическим вещам, хотя я бы хотел сексуологам. Мои друзья, совершенно случайно так получилось. Спасибо огромное. Узнали, что есть такой замечательный философ, который пишет страшно интересные книги. Фамилия его Давыдова. И один из моих друзей, который пошел просто летом подрабатывать в библиотеку, прихащил мне читать книги Давыдова, и передо мной открылся целый мир, и я понял, что я хочу вот этого, «Этого я хочу». Кто мог знать, что он окажется социологом, сотрудником Института социологических исследований, что я смогу с ним познакомиться, значит, что, да, благодаря отцу, конечно, значит, и что он мне скажет, «Занимайся Луманом». Луманом, которым никто тогда в России не занимался, который меня бросил просто, как Луман, «Да почему-то никто не занимался, займись Луманом». И огромное количество лет и сил у этого Лумана. Но что впоследствии получилось? Получилось так, что я заинтересовался другими авторами. Я заинтересовался Шельски. Я просто, мне просто он был интересен. Я им занимался, вот и попутно выяснилось, что именно Шельский привел Лумана в университет Белефельта. Что именно Шельский, Луман обязан всем возвышениям. Что именно на Шельский он постоянно ссылался. Шельский оказался. Я продолжал изучать Луман Шельский. Я оказался учеником и соратником Гелина, то есть одного из основателей философской антропологии. Одного из крупнейших представителей так называемой Лейхерской школы философии, философии культуры, философской антропологии в Германии. Кто мог знать, когда в это время же, в это же время, раздается телефон, изменно говорят, вот философская энциклопедия, вот хотим, чтобы вы написали там пару статей. Вот напишите, есть был такой автор Дриш. Дриш, которого сейчас, я уверен, 90% не знают, а 10% которые знают, знают, что он придумал неовитализм. Но я целый год писал статью об этом Дрише, у которого было не только неовитализм, а огромная философская система. Кто мог знать, что этот Дриш, создавший эту философскую систему, является учителем, учителем всех философских антропологов в Германии. Абсолютно всех. Что этого Дриша выступил, что этот Дриш, извините, выступал вместе с Максом Шеллером на заседаниях школы мудрости в Дармштадте, где Макс Шеллер в 1927 году сделал доклад о положении человека в космосе. Кто мог знать, что в Москве в это время умрет, когда я этим всем занимался, умрет один из доследников, знаменитого, знаменитого издателя, Исаия Лежнева. И пришел первый человек, право первой ночи Аберинцев, он забрал все книги. Потом пришел второй человек, право второй ночи Аберинцев, он забрал оставшиеся книги. Известно, что где продукт славный, там носорогам делать нечего, но было еще право третьим, он пошел, Давыдов взял меня с собой, и я увидел там книжку Шеллера, я взял ее и сказал, вы, наверное, хотите ее забрать, нет, сказал Давыдов. Я ее недавно для себя перевел, я взял Шеллер, я перевел его, и круг замкнулся, философская антропология, Дриш, Гелен, значит, все эти люди, которые создали определенный способ трактовки человека и социального в Германии в 20-е, 30-е годы, вот они все лежали передо мной. Чего не хватало? Фраера не хватало? Почему не хватало фраера? О, Господи, в 29-м году Гелен, юный и прекрасный, защищал диссертацию по философии Дриша, а оппонентом у него был фраер. Что я должен еще сказать об этом? Вот тот самый фраер, который придумал формулу, с которой я стартовал, и которую я хочу донести до нас. Он сказал, что социология это самоосмысление общества. Социология это самоосмысление общества, социология это теоретическое самоосмысление общества, хотел бы я сказать. Зельс Безин, он говорят немцы. То есть, если мы говорим, что в обществе каким-то образом организуются смысловые связи, то это не просто так возникает эта наука, она возникает для того, чтобы тематизировать то, что распределено, рассеяно в других смысловых образованиях, неважно каких, в правовых актах, в философских концепциях, в художественных каких-то текстах. Приходит социолог, и он формулирует это на языке своей науки, при помощи своих категорий. Социолог выступает в данном случае как орган общества, как тот, кто говорит то, что другим способом сказать нельзя. Это был тот замысел, с которым я брался за теоретическую социологию. Это был тот замысел, который вывел меня от теоретической социологии обратно к ее истокам, а именно к политической философии, потому что без политической философии она мертва, она съедает сама себя, она превращается в то ужасное чудовище, в котором социология в основном является сейчас. Невероятно продуктивный в смысле производства рутинного знания, абсолютно бессмысленный в части, вот проектный, в части постижения чего-то нового. И если я снова возвращаюсь к тому, что для меня значит эта премия, что означает тексты, которые я написал, я бы сказал так, да, я в высшей степени, и это, кстати, вопреки Даветом Пятигорскому, который говорил, не надо придавать значение оценкам, не надо смотреть, значит, ни на то, как тебя хвалят, ни на то, как тебя ругают, это как раз оказалось пока для меня в области невозможным. Значит, он говорит, что это трудно, это невозможно, да, это для меня пока осталось в области невозможным. Но, что касается, повторяю, содержательной части, это не просто так. Это не просто так, вам это понравилось, это не просто так вас это зацепило, что прежде чем она понравилась, она должна была зацепить, чтобы она зацепила, в ней должно было содержаться нечто такое, что оказывается важно для людей, которые хотят понять, да, понять, вот этот мир, понять это общество, в котором мы живем, понять свою ситуацию И которые доверяются, потому что их торгнуло, как сейчас принято говорить, их задело, зацепило. Они доверяются кому? Доверяются какому-то бесконечному, беспредельно способному автору. Я не настолько высоко ценю свои способности. Сколько бы само мнение во мне не сидело, я ценю его не настолько высоко. Они доверяются той машине, в которую их бесплатно внесет, тому огромному ресурсу, который называется классическая политическая философия, из которой вырастает классическая социология. Да, оно работает. Да, доверьтесь ему. Возможно, что здесь он работает плохо, здесь буксует, здесь износился, а здесь вообще пора пересаживаться в другой, более модный, более мощный автомобиль. Но он до сих пор куда-то везет. Эта штука работает. Вот для того, чтобы показать, что эта штука работает, для того, чтобы разобраться самому хоть в чем, как минимально, я работал над своими статьями, и еще и еще раз, и сейчас уже последний, я хочу сказать, вот это признание, эту премию. Я рассматриваю, как свидетельство того, что что-то в этой части получилось. Она себя, вот эта традиция, эта классическая философия, классическая философия политическая, классическая социология, она себя не изжила. В ней еще что-то есть. Мы еще поборемся. Мы еще сможем что-то сделать. Спасибо. 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 Я хочу сказать, что больше не уместное выступление, чем свидетельство, это качество молчания, уменьшания, которые в этой длине здесь выречество. А это безосказные требования. Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. 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 . . Спасибо. Спасибо. . . . Спасибо. . . . . . . . . .